МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь коротко об основных темах выпуска. От итогов к плану. Межнедельное оперативное совещание состоялось в администрации района. Они дарят здоровье. Медицинские работники отметили свой профессиональный праздник. 74 года в строю заслуженный врач Российской Федерации, старейший работник здравоохранения Люберецкого района Анна Грамолина рассказывает о своей судьбе и истории больницы имени Ухтомского. Призвание спасать о буднях завидующей сосудистой неврологии Люберецкой больницы номер один Ларисе Сметани. Неолимпийские игры, необычные спортивные состязания прошли на территории военно-патриотического центра офицерское собрание. Итоги минувшей недели подвели в администрацию Люберецкого района. Руководители предприятий и служб рассказали о проделанной работе и поделились планами на будущее. Подробнее в нашем следующем сюжете. 102 уголовно наказуемых преступления произошло на прошлой неделе на территории Люберецкого района, 25 из которых было раскрыто по горячим следам. Имели место в случае 8 грабежей, 2 из которых раскрыто по горячим следам. Краж государственного общественного имущества было совершено 19, 10 раскрыто. Краж личного имущества 52, 6 раскрыто. Краж автотранспортных средств 10. Наркопреступлений за эту неделю выявлено 12 фактов. 145 выездов по сигналу тревоги совершили Люберецкие пожарные. Натушение мусора в садоводческих товариществах, на возгораниях, хозпостройках и пожары в жилом секторе. 16.06. Люберцы, городок А, дом 9, квартира 132. Загорание на 16 этаже с угрозой перехода на 17-й. Звеньями ГДЗС было эвакуировано 15 человек, в том числе женщина с ребенком до 3-х лет, работала весь гарнизон. Благодаря грамотным действиям не было допущено пострадавших. В Люберецком районе продолжается подготовка жилого фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону. В целом, все запланированные работы проходят по графику и без сбоев. На сегодняшний день готовность жилищного фонда по проверке систем отопления от 40 до 55%. 47 жалоб от люберчан поступило в управление по работе с территориями. Большая часть из них связана с неудовлетворительной уборкой ряда городских улиц от мусора. Горожан не устраивают ни сроки проведения таких работ, ни их качества. Было дано поручение ОКБ Люберцы уборку от смета улиц Красногорская тоже еще в середине мая. До сих пор к смету никто не приступал и улица Красногорская вся в грязи и смете. Руководству Объединенного комбината благоустройства Люберцы дали поручение устранить все жалобы по уборке улиц до конца недели. Алексей Адамов, Дмитрий Сыркунов, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. Медицинские работники отметили свой профессиональный праздник. В Люберецком районе торжественные мероприятия прошли в Центральном дворце культуры. Медиков поздравили представители администрации и Московской областной думы. Кроме того, в этот день врачей ждал приятный сюрприз. Глава района и города Владимир Ружицкий вручил документы на 8 квартир для специалистов системы здравоохранения. В 2010 году Люберецкий район занял 19 место по качеству медицинского обслуживания среди муниципальных образований Подмосковья. Как отметил начальник управления здравоохранения Виктор Юдаев, впервые за долгие годы району удалось вырваться в двадцатку лучших. Это хорошее, я считаю, место, потому что все-таки район находится вблизи мегаполиса Москвы, есть отток кадров, и поэтому с теми кадрами, которые у нас есть, мы все равно оказываем помощь на достаточно высоком уровне. Кроме того, Люберецкий район, несомненно, лидирует и по обеспечению медицинских работников жильем. В этом году глава города и района Владимир Ружицкий вручил медикам документы на три квартиры по договору социального найма. Пять человек получили служебное жилье, в их числе и Дмитрий Балашов, заведующий поликлиническим отделением номер 3 2-й Люберецкой больницы. Ждал, конечно, ну надеюсь, что своей работой оправдаю оказанное мне высокое доверие, приложу все свои силы, знания и опыт во благо Люберецкого здравоохранения. Лучшим лекарством для больного является сам врач. И вы это на себе знаете, зачастую таблетки, уколы, но вот добрые, теплые отношения, подходы к человеку, и он становится здоровее и тянется, конечно, к жизни. Лучшие из лучших в этот день получили благодарственные письма от главы района, почетные знаки и грамоты Московской областной думы. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом. Юлия Шпиль, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. На плечах этой женщины долгое время держалось здравоохранение Люберецкого района. Анна Фроловна Грамулина 74 года своей жизни отдала медицине. Она прошла путь от операционной медсестры до начальника отдела районного здравоохранения и главного врача больницы имени Ухтомского, которая бессменно руководила более 40 лет. Свою любовь к профессии она передала и дочери Татьяне Анатольевне Митченко, продолжившей ее дело. Ее жизнь была насыщенной и деятельной, как у многих из тех, кто родился сразу же после революции, перед кем открывались большие возможности новой эпохи. Анна Фроловна Грамулина начинала с малого. Два года училась в Рязанском медучилище. В 1937-м, в 18 лет, пришла в Люберецкую районную больницу номер 2 операционной медсестрой. Через год Анна Фроловна – сестра здравпункта завода имени Ухтомского. Днем работает, а вечером ездит в Москву на курсы, готовится поступать. В 1941-м оканчивает первый курс медицинского института, учебу в котором ей придется продолжить только после войны. А пока тяжелая работа в Ивако-госпитале. 16 октября 1941 года мы 16 раз вытащили больных из госпиталя, с Кореневского шоссе. И там мы строили, пилили эти самые сосна и дамбы ставили. И прятали их под дамбы и в котельной. Таланты профессионализма Анны Грамолиной замечают все. И уже в 28 лет она становится начальником Райздрава. Одновременно цеховой врач на заводе. За годы своего труда Анна Фроловна добилась многого. Одно из главных дел ее жизни – строительство больницы имени Ухтомского. Хорошо оснащены мы были, потому что завод все покупал. За счет госкопвложения и строительства заводу давали деньги. Да и свои. И курировал он нас все время, всю жизнь. В 1966 году это лечебное заведение удостаивается звания больницы коммунистического труда. Здесь по инициативе Анны Фроловны открывается школа медсестер, которая готовит для Ухтомки кадры. Не было проблем. Нужно было поставить операционную медсестру. Она была готова. Брали своих. Заведующий заболел или ушел – кадры были своих. Сюда же в 14 лет приходит и дочь Грамолиной – Татьяна. Она три года работает в больничной лаборатории. Она там научилась брать кровь из вены, из пальца. Понятно? И вот когда я в институт, когда пришла учаться как медсестрой, вот попробуй, попади тут вот в венку. Или тут попробуй, попади. А я попадала. И она. Я любила операционную. И я хотела вообще, будучи на третьем курсе, когда уже шел вопрос о том, кем вот уже становиться, была уже так на профилизации, да, и я, в общем-то, думала, что я буду хирургом. А стала педиатром-инфекционистом. Татьяна Анатольевна с детства знала, что будет врачом. Иначе и быть не могло. Любовь к профессии передала ей мать, на своем примере показывая, как преданно можно относиться к делу. Она была очень авторитетным, да и осталась весомым человеком в системе не только здравоохранения, но вообще в жизни района. Вот так выбрала и люблю свою профессию до бессознания. Во многом больница была первой в районе. Лицензия номер один досталась у Хтомки в тот год, когда началась страховая медицина в России. Первым коллектив больницы получил международный сертификат соответствия качеству лечения. И снова первая здесь появилась барокамера. Теперешний главврач больницы Татьяна Миченко поддерживает традиции и продолжает начинание своей матери, вместе с ней вкладывая душу и силы в развитие медицины района. Юлия Шпиль, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Призвание спасать. Уже 7 лет заведующая отделением сосудистой неврологии Люберецкой больницы номер один Лариса Сметана. Поднимает на ноги безнадежных больных. Заново открывает для них всю полноту жизни. С чего начинался профессиональный путь талантливого доктора и за какие качества ее ценят коллеги и пациенты в нашем следующем сюжете. С самого раннего детства она знала, какую профессию выберет. Ее мама была врачом. И уже тогда Лариса решила, что будет тоже спасать людей и нести им добро. Окончив Ростов-на-Дону школу с медалью, она поступила в институт. По распределению попала в Анапу. Лариса Васильевна до сих пор с улыбкой вспоминает свой первый рабочий день. Научились пальпировать, опрашивать больных. И я думаю, больные были довольны. Видимо, столько внимания было в молодости. Ну, стараемся, конечно, и сейчас уделять много внимания. Но тогда особенно, конечно, так трепетно, очень трепетно относились к больным. Проработав в Анапе 15 лет, из них 8 заведующие неврологическим отделением. Лариса на достигнутом не остановилась. Решила покорить и столицу. Приехала в Москву, поступила в ординатуру. Закончила клиническую ординатуру в институте инсульта Российской академии медицинских наук здесь в Москве. И защитила диссертацию здесь же. После этого мне предложили открыть в Люберецком районе сосудистое отделение. И вот уже на протяжении 7 лет эта женщина в белом халате каждое утро начинает с улыбки, подаренной пациентам. Ее девиз по жизни – идти вперед и получать новые знания. Обход всех больных и каждому индивидуальный подход. И так изо дня в день она выполняет свой врачебный долг. И несмотря на все сложности, за годы работы Лариса Васильевна не растеряла главные человеческие качества – чувство сострадания и сочувствия к больным. Уверена, что каждый врач верит, видя поступающего к нему больному, что он ему обязательно поможет. Если у него не будут сиять глаза, если они не будут у него светиться, то я думаю, что и больной ему не будет в полной мере доверять. Потому что если врач уверен в успехе, то и больной будет обязательно в этом уверен. У этой женщины уже двое взрослых детей, которые сделали в своей жизни другой выбор. Однако Лариса Сметана не отчаивается, говорит, навыки передаст своим внукам, ведь любовь к профессии уже в генах. Она вот с самого детства во мне, я так понимаю, с самого детства я стремлюсь кому-то помочь. И куда бы я вот сейчас ни приезжала, где бы я ни находилась. И каждый раз себе говорю, не буду говорить, что я врач. И тем не менее, вот только кто-то заикнется, что у нее там болит, тут болит, и тут же ты начинаешь вмешиваться во все это состояние, советовать, осматривать и так далее. То есть невозможно. Это уже нора в крови. Это уже нора в крови, в душе, я не знаю, в голове. Умения быстрые, правильно принимать решения, не забывая главного правила Гиппократа, ненавредим для этой женщины являются основополагающим принципом работы. Каждый день к ней в больницу привозят больных людей, которые в Ларисе Васильевне видят последнюю надежду. Так новую жизнь она подарила и Нине Песецкой, у которой была межпозвоночная грыжа. Побольше таких людей, очень отзывчивый человек, понимающий, выслушавший себя. И снимет боль любую. Я сама вот сколько здесь пролежала, 10 дней, и я видела, как она ставила людей на ноги. Профессионализм Ларисы Васильевны и грамотные отношения не только к своим пациентам, но и к коллегам по работе, отмечают сотрудники Люберецкой больницы номер один. Во-первых, работать с таким человеком – это всегда счастье для нас, потому что редкое сочетание высокой культуры, прекрасных человеческих качеств, очень внимательное отношение к пациентам и вообще в общении с коллегами. Удивительный, конечно, человек. Душевный человек и хороший специалист. То есть люди едут со всего района, люди едут и из Москвы, люди едут и с области, отовсюду и получают всегда квалифицированное лечение. Произнеся клятву Гиппократа, Лариса Сметина связала свою судьбу с нелегким, но благородным и самоотверженным делом. Наградой за это ей стали сотни спасенных человеческих жизней. Лилия Хайрулина, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. Мы вернемся в студию после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Люберецкая газета Всегда свежие районные новости. Актуальные интервью, ответы на вопросы читателей. Люберецкая газета – газета для тех, кто неравнодушен. Телефон бедакции 554-23-14. Станция Люберцы. Улица Инициативная. Стойте, стойте на месте своем. В 2011 году на этом месте были 6 пешеходов. Один человек погиб. Хочешь жить? Переходи на зеленый. Этот лес рос 250 лет. За два часа он выгорел полностью. Не оставляйте без присмотра костры. Не бросайте незатушенные окурки. Не жгите мусор и траву. Мы должны защитить лес от беды. При пожаре звоните в Единую службу спасения по телефону 0-1. Мобильная связь 112. В эфире новости мы продолжаем. Форум, который состоялся в городском дворце культуры, стал итогом общественной работы молодых люберчан за прошедший год. Накануне Дня молодежи за активное участие в различных сферах жизни Люберецкого района награды получили 30 активистов. Тему продолжит Ирина Миргородская. Вот так в торжественной обстановке из рук заместителя руководителя администрации Люберецкого района Юрия Григорьева почетные грамоты получили 30 молодых активистов. Каждый из них вписал свою страничку в общественную жизнь района. Властью и возможностями администрации Люберецкого района и Совета депутатов мы отметили самых лучших. Тех, кто самую активную жизненную позицию занимал в течение года. Наград были удостойны активисты общественных организаций, студенты, представители молодежного парламента, преподаватели. В общем, те, кто делал жизнь района ярче, интереснее, содержательнее. Александр Степанов преподает социологию в Люберецком медицинском колледже. Его студенческая юность была насыщена. Александр участвовал во всех праздниках, выступал с пародиями на популярных артистов. Сейчас он успешно совмещает преподавательскую деятельность и культурно-массовую работу со студентами. Я очень рад, что мне сегодня вручило благодарственное письмо сам Юрий Васильевич Григорьев за активную работу с молодежью Люберецкого района, со студентами. И очень приятно, что меня сегодня так встречали, активно, бурно. Я, наверное, после вот этой встречи по молодежи, честно сказать, лет на 10. Вот честное слово. Лучше в своих сферах выбирали студенческие советы преподавателей вузов, принимая во внимание рекомендации организаторов управления по работе с молодежью и администрации Люберецкого района. Дорогие друзья, я хочу всех поздравить молодежью Люберецкого района, потому что она замечательная молодежь, поэтому поаплодируйте сами себе, потому что вы лучшие, вы активные, вы завозные. С официальным признанием успеха в концертными номерами молодых людей поздравили коллективы художественной самодеятельности Люберецкого района. Настоящим сюрпризом для награжденных зрителей стало выступление звезды дискотек двухтысячных «Акулы». Неуемная энергия и песни о том, что сегодня волнует молодежь, привели публику в восторг. Ирина Миргородская, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. И к новостям спорта. Необычные спортивные состязания, в которых приняли участие сотрудники администрации Люберецкого района и города Люберцы, прошли на территории военно-патриотического центра «Офицерское собрание». Традиции подобных встреч в неформальной обстановке была заложена пять лет назад по инициативе председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму Сергея Долгова. Тогда же родилось оригинальное название ежегодного праздника «Неолимпийские игры». Работа в администрации, все, наверное, знают, это в основном работа носит сидячий образ жизни, и в основном это общение с людьми. Психологически это очень сложная работа. И поэтому вот такие игры, они позволяют, во-первых, сплотить коллектив, во-вторых, как можно больше подвигаться. Пять команд приняли участие в различных неолимпийских состязаниях, среди которых стендовая стрельба из пейтбольных пистолетов, дартс, броски баскетбольного мяча, бег в мешках, перетягивание каната, а также гонки на велосипедах и на садовых тачках. Каждый хочет себе попробовать в различных номинациях, в различных неолимпийских видах спорта. У многих это получается, у многих это получается слишком хорошо, а у некоторых получается, можно сказать, даже на отлично. Ну, у кого-то чуть больше, даже на шесть. По итогам турнира большинство призовых мест досталось команде под названием «ЖКХ вперед», в которую вошли сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Надо развивать спорт на территории района, будем стараться и начинать с себя. На этом у меня все. Через минуту на нашем канале рубрика «Мастер-класс». Далее встречайте программу «Открытый диалог». В гость студии главный врач Люберецкой больницы номер 3 Татьяна Мельник. Затем смотрите детскую развлекательную телепередачу «Веселые пташки». Напомню, что свои новости из жизни Люберецкого района вы можете сообщать нам по телефону редакции. А также оставляйте их на нашем сайте www.lrt.tv, где вы также можете посмотреть выпуски всех наших программ. В студии была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и до встречи!